Браво Иисусу Христу! Аминь! Христос воскрес! Воистину! Что воистину-то? Воистину воскрес! Надо добавлять, воистину воскрес! Ну да, это Вы право. Ну так принято, и так и понятно, так и было. А Вы верующие? Да, мы верующие православные христиане, проповедники. Пришли людям возвестить великую радостную весть, что Христос воскрес. У Вас горе какое-то? Вчера Отца похоронил. Ну вот видишь как. Все мы смертные, надо готовиться к исходу, с чем предстанем перед Судом Божиим. Верили ли, что Христос умер за нас? Верили ли, что наши грехи Он понес на себе? Ну конечно, верили. Значит, надо по заповедям Божьим жить тогда, если верили. Так жили по заповедям. Так по заповедям, кто живет, голый не валяется вообще от рулетки. А тут пришли великое блудилище, Содом и Гоморра. Да я как бы не особо голый. Просто по пояс раздетый. А по пояс раздетый, это значит, он показывает, что я гонен к блуду, лежит в постели. Смотрю, у меня сила есть. Могу несколько раз за ночь сблудить. Ответ-то один. Подряд мужики это показывают. Занимаются анонизмом, чем угодно. Открыто. Взрослые. Не, ну я таким не занимаюсь же. Ну я вам, конечно, не говорю это. Я говорю вообще. Не, ну есть такие, есть. Главное, жирные такие, как будто бы говядину на базар высовывали. Не, есть и худые. Есть и худые, тоже раздетые до пояса. Все до пояса раздеты. А бывает и ниже. Я уже, я 80-й день здесь осмотрелся на все. Прямо блудят, открыто голые. Да. Не, ну вот ночью там это встречал. Люди, короче, это прям голые, короче, это там, как говорится, даже не знаю, как сказать вам. Прямо это, тыры-пыры, короче. Слово Божие говорит об этом. Потеряют люди стыд, сожженной совестью будут. Ну да. И будут блудить с ненасытимостью. Так нету у них никакого стыда. И не будут размножаться. За время перестройки в России 120 миллионов абортов сделали. А можно у вас вопрос? Можно. А вы как вообще к Путину относитесь? А я никак к нему не отношусь. Он утром с нами не молится. Мы молимся за него. За него молимся, чтобы Бог сохранил от покушения, чтобы дал ему страх Божий. Чтобы мудрые законы издавали, дали достойно людям жить. Чтобы было еще уделять нуждающимся. Не, ну, вы как бы, я понимаю. Но, как бы, как считаете, он хороший или плохой? Не знаю. Я не живу рядом. Я знаю только, что я подарил ему книги свои. У меня 38 томов вышло. И видели в его библиотеке книги «Новый Завет» с толкованием. Я насчитал 50 книг, примерно, голосом. Ему послал. И он говорит, когда в самолете лечу, я могу послушать, посчитать. А об этом ли он говорил или нет, я не знаю. Понятно. Мы ежедневно молимся, чтобы Господь сохранил их от покушения, чтобы без покаяния они ушли из жизни. На такой должности устоять очень нелегко. Тут и масоны тебя будут поджаривать. Не, ну, само собой. Ну, что, Путин придет вас одевать будет, что ли, мужики? Будет пороть вас. Он может издать указ, но опять же будут судить, скажут, что он меня побил. Вот Квачкова-то посадил, отсидел, вышел, и все, тихенький стал. А то мятеж. Да нет, если честно, как бы, я думаю, Путин, ему на людей вообще похрен. Не знаю, только не ругаться. Цены, вот смотрите, в магазинах растут. За квартиру платить больше надо. Да. Это если бы ему было не насрать на людей, я думаю, было бы по-другому же, правильно? Правильно, конечно, правильно. Мы молимся об этом, чтобы издавали мудрые законы, чтобы достойно людям дали жить, было бы из чего уделять нуждающимся. Я про это говорю. Вот это правильно, да. А они что, в государстве советском 72 года работали за палочку, за трудодень-то, а потом в одну ночь перегнали всю страну, в Израиль да в Америку? Ну, да. Так у нас же уже, ну, как сказать, я даже не знаю, как сказать. Ой, в общем, можно сказать, ничего хорошего нет. Ну, я не могу так сказать. Мы много ехали с миссионерской поездкой, 120 тысяч километров прошли от Владивостока до Риссабона. И мы об этом рассуждали. Ничего себе. Да, у меня 38 томов вышло, и мы подарили в 650 городов и сел на 35 миллионов. А у меня пенсия, вот, мне 80 лет, у меня пенсия за 35 лет трудового стажа 8141 рубль 33 копейки. Ни хрена себе. А почему так мало? А потому что не давали нигде работать. Я прорабом был, уверовал. А мне только можно было работать во вневедомственной охране того района, где я живу, в милиции. Нигде. Мне не давали работу. Но я свободные дни, а дежурю и на велосипед еду, кому надо печь и делаю, и прочее. Я жил, у меня все было. А вы женат? Да, это никакой роли-то не играет, женат я или неженат. Для меня что женат, что неженат. Для Бога надо всем сердцем служить. Мы не разделяем на женатых неженатых. Неженатому, конечно, лучше. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о жене, как угодить жене. Да, это вы правы. Это апостол Павел написал, это не я. Вы очень умный человек. Я к этому добавлю. Угодить жене в скобках поставить можно, и никогда ей не угодишь. Точно так она мужу. Надо жить для Бога. А жена это уже вторичная. Ну, как сказать? А вот вы зайдите на наш YouTube-канал. Зайдите. Он называется «Во свете Библии» канал. «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Вы не выйдите оттуда. У нас там 15 150 роликов. Ничего себе. Да. Серьезно? Так много? Ни у кого столько нету. Только у нас. Нигде в интернете нет столько. Ни у кого. Притом ролики все смысловые. Как еще раз он называется? «Во свете Библии». «Во свете Библии» Свет падает, как от солнца. Ага. И дальше Игнатий Лапкин. Это я. Ага. Это Бог дал нам такое. Игнатий Лапкин. Сейчас зайду. Зайдете. Вы увидите у нас 36 тысяч подписчиков и 35 миллионов просмотров. «Во свете Библии» в Ютубе надо заходить. В Ютубе. Ага. Игнатий Лапкин. Не, да я понимаю. Сейчас как бы это. Думаю. Где тут этот Ютуб-то? А я не знаю, что у вас там. У меня в закладках все. Ага. Я тут вот в чат-рулетке уже 80-й день работаю. Уже 380 роликов вышло про чат-рулетку. Ага. Вы заходите к нам. И вы увидите, как мы с вами разговаривали. А вы что, записываете? У нас все записывается. Вам приятно будет. Вы ни разу не заматерились. Разговаривали по уму. Вам не стыдно. Ну что, раздеты так? Ну раздели там. Напали разбойники, бросили, скажи. Ну я что, одежду куплю, надену потом. Нашли? Что-то застряло все, повисло. Я вас не слышу совсем. Нету, да? Или отошел? А сейчас слышите? И вот сейчас слышу. Как еще раз называется канал? Во, во. Буква В, а потом О. Во свете Библии. Ага. Во свете Библии. Правильно. Да, правильно. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Сейчас. Сейчас. Так. Да, ну что ж такое. Так. Во. Во свете Библии. Во. Ну можете добавить открытым оком еще. Открытым оком. Глазом. Во свете. Во свете Е. Во свете. Ага. Библии. Библии. Игнатий Лапкин. Сейчас, сейчас, сейчас. О. Канал во свете Библии. Библии. Два И. И, И. Библии. Вот если у вас будет желание по скайпу поговорить. По скайпу. Игнатий Лапкин, зарядите и сразу на меня выйдете. Я один с этой фамилией. Опять не слышно. Ну что, получилось? А то мне уйти уже надо в другое место. Так. Если я вам не нужен, отпустите меня. Хорошо. До свидания. До свидания. Нашли? Увидимся еще. Даст Бог. Открылась? Открылась? Да, да. Я подписался. Вот. Если вы зайдете на наш, по скайпу и на меня, я вам сразу скину все наши ресурсы. Там у нас сайт огромный, форум, mail.ru. Только в mail.ru у нас 22 тысячи наших фотографий. Мы деревню православную строим. Деревню православную. Я начальник лагеря детского был 45 лет. Верующий. У вас очень-очень большой материал. Там 50 книг моим голосом насчитаны. Библия, Святые Отцы, Архипелаг, ГУЛАГ. Если вы зарядите, Архипелаг, ГУЛАГ. В гугле Игнатий Лапкин. И вы сразу получите данные и можете слушать моим голосом. Или Библия. Библия, Игнатий Лапкин, аудио. И сразу я выйду на вас. Хорошо, хорошо. Как вас звать-то? Саша. Александр, да помилует Господь и спасет. Чтобы вы нашли Христа, жили с ним. С Богом, Александр. Спасибо вам большое. Аллилуйя, отошел.